Япончик в США Япончик стал смотрящим в США и сразу же по приезде получил миллион долларов от армянского вора в законе Вачигана Петросова в качестве подъемных. В Нью-Йорке Иваньков поселился у продюсера известного эстрадного певца, позднее, купил дом. Здесь Иваньков наладил контакт с представителями российских ОПК в США, итальянцами и латиноамериканскими наркокартелями, в частности, с Медельинским картелем. По некоторым данным, одна итальянская структура, контролировавшая горную индустрию Доласса, признала его авторитет и даже определила долю отчисления от дохода. Кроме того, на счеты Иванькова в Вене и Нью-Йорке регулярно поступали средства от российских ОПК, особенно, от Люберецкой и Солнцевской. Иваньков, кроме того, владел 80% акций Приморской судовой компании и активно внедрялся в золотодобывающую промышленность Хабаровского края. В Бруклине на Нептуна Веню, 6-я Иваньков организовал собственную фирму Славичинч, по утверждению ФБР, для преступной деятельности. Организация Иванькова действовала в США, Канаде и Европе, главным образом, в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Вене, Будапеште. В распоряжении Иванькова, по сведениям ФБР, было две группы исполнителей, под руководством бывшего лидера ОПК Мазутка Алексея Петрова, Петрик, и Александра Иншакова, Иншак. Скорее всего, это дезинформация, так как Иншаков, президент Ассоциации каскадеров России, актер и режиссер, крестоносец, он заявил, что не имеет отношения к япончику, хотя и знаком с ним. Старшим помощником Иншакова якобы являлся Виктор Сергеев, бывший офицер КГБ. Выплаты исполнителям от имени япончика производила Солнцевская ОПК. По сведениям ФБР, Иваньков убрал 5-6 представителей российских группировок, которые перешли япончику дорогу. Известно, что некоторые члены семьи Иванькова работали на него, так, сын Иванькова, Эдуард Иваньков, Эдик, Эда, находился в Австрии, где занимался отмыванием денег, через компанию АТКОМ, Вена, похоронное бюро ритуалы СП Арбат Интернешнл, Москва. Из Москвы деньги обычно направлялись в Будапешт к Семену Могилевичу. Другой сын Иванькова, Геннадий, также отмывал для отца прибыли от наркобизнеса. По данным ФБР, Иваньков 1995 году поддерживал связь с некой группой Янзара Кикалишвили и Иосифа Кобзона, которые получали деньги от СП Русско-Американская, Нью-Йорк. Эти лица, вместе с Атарик Вантришвили, якобы дав взятку одному из сотрудников российской таможни, получили специальное разрешение об освобождении СП от уплаты пошли на ввоз алкогольной и табачной продукции. Якобы, СП платит Кобзону и Кикалишвили за охранные услуги. Кроме того, по сведениям ФБР, Кобзон руководил операциями по ввозу в США поддельной водки элитных сортов. По информации источников ФБР, Кобзон и Кикалишвили также приняли участие в поставке оружия в одну из арабских стран, из Германии, на сумму 18-20 миллионов долларов в рамках кампании Ассоциация 21 век, в которой они все якобы работают. Комментировать подобную информацию не представляется возможным из-за отсутствия доказательств по этим фактам. Иваньков наладил связь с криминальным сообществом России, являясь судьей и организатором российского преступного мира. Об этом говорят многочисленные связи Иванькова и ссылки на него авторитетных лидеров большинства группировок. По-видимому, Иваньков, входивший, по оперативным данным, в пятерку самых влиятельных криминальных персон России, действительно играл одну из ведущих ролей в российской преступности и мировом криминале. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok